Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Free Fire. Вы меня давно просили записать обновку на новой карте, она называется Чистилище, я на ней еще ни разу не играл, это моя первая игра на ней. И сейчас мы будем с вами здесь пытаться тащить. На самом деле, немножко подлагивает, ну, скорее всего, это из-за того, что я первый раз здесь играю. Думаю, можно полететь в Кэмпсайт, неплохое такое местечко. Я там не был, конечно, но сейчас мы проверим, что там интересного. Не обещаю то, что сегодня возьмем какой-то хороший топ, но, как минимум, карту мы точно вместе с вами посмотрим, узнаем, что к чему, что да как. Пишите в комментариях свое мнение по поводу этой карты, если вы уже успели затестить, потому что я только впервые это. И то благодаря вам, потому что, ну, вы мне сказали, типа, вот, обновка вышла, все дела, давай-ка иди-ка записывай, посмотри, интересненько или нет, чё, как вообще. Так что сейчас будем смотреть. Ну, я вам всегда говорю, я играю в Free Fire не особо хорошо. И вообще какие-то такие игры, где нужно стреляться, убивать там кого-то и так далее. Здесь мне, конечно, всё сложновато даётся, так что топ я вам действительно не обещаю. Но карта будет 100% нами хоть в какой-то степени просмотрена. На тачке покатаемся тоже. Это 100 пудов. Ещё, ребят, также вначале хотел сказать то, что, к сожалению, сегодня мне приходится голос записывать поверх. Потому что я этот и прошлый ролик по эволюции, либо он ещё не вышел, я не знаю, но, скорее всего, уже вышел. Я, к сожалению, записал с проблемами со звуком. И там мой голос, ну, он реально записан очень плохо, очень сломан. И мне приходится сейчас сидеть, перезаписывать, конечно, тратить намного больше времени. И плюс тут уже я немножко знаю, что там будет дальше, немножко припоминаю и так далее. Это не совсем такой первый взгляд, но, в принципе, приходится именно поступать таким образом. Просто у меня очень редко бывают какие-то более-менее хорошие катки Free Fire. И я 100% не смогу так же перезаписать. Рассказать вам это уже будет, так сказать, не первая моя игра. Вот тут прям первое всё зашибись. Нифига себе. Броник третий, что ли? Или что, это магазин третий? Броник первый, по-моему. Да-да-да, Броник первый. Хух, а то я уж подумал третий, нифига себе, думаю. Вот, нашли, кстати, ещё кар, что офигеть-офигеть. Очень жёстко. Ну, и тут я слышу тачку. Вон она едет. Сейчас мы пойдём с этим чуваком разбираться. А то он прям ко мне приехал, такой офигевший. Решил тут мне помочь поутаться, что ли, или чё, я не знаю. Но, понимаете, стреляюсь я очень фигово. И, в принципе, еле как я с ним справляюсь. То есть, реально, именно повезло. Так бы не справился. Шлемак у него, дуло, рукоятки. О, рукоятка там третьего левела. Нифига себе. Эмочку у него есть, но я брать не буду. Ну, и, в принципе, заберём аптечки. Тоже сейчас используем, а то хпшки мало. Он мне тоже нормально так потратил. Вот. И безопасная зонка у нас начнёт сужаться уже через 2 минуты 40 секунд. Так что нужно пошустрее, пошустрее остатки здесь долутать. Посмотреть, что на контейнерах есть. Тут вот чё. Патронный автомат, дробовичок. Есть тоже 12 патронов на него. Но, я знаю, вот дробовики, на самом деле, это вообще тема годная, на самом деле, фрифайр. Но я их часто не использую. Кстати, тачка какая-то ещё интересная. Не знаю, такая была или не была. Просто я в фрифайр же не часто играю. Обычно только на видео. И ещё на те видео, где я не затащил, короче. Вот ещё эти грибы так подсвечиваются странно. Они, капец, меня бесят. Потому что мне кажется, что это какие-то противники или там какие-то вещи крутые. А это реально эти грибы. Я до сих пор, кстати, не потестил, что они вообще делают. Вот. Ну, и тут я тоже испугался в этой серии её тестить. Потому что, ну, мало ли, они меня мочеканут, ещё убьют. А мне это нафиг не надо. Так что решил не рисковать. Теперь немножко попаркурим. Посмотрим, что есть на контейнерах. Но на самом деле, когда я сюда падал, я думал, реально на контейнерах дофига всего. Но чё-то вот сейчас я смотрю, вообще ничего нет. И это прискорбно. Обычно вот, допустим, в PUBG Mobile, в том же самом, там вот есть. О, нифига себе. Броник второго. Зашибись. Берём себе место первого. Покоцаного ещё к тому же. Ой, понесло, понесло. Вот. Ну и погнали дальше. Играть, конечно, очень неудобно. С телефона там меня вообще чуваки спокойно разносят. Я просто с эмулятора играю. Но скоро я уже буду все свои видосики записывать с телефона. Потому что нашёл крутую такую, так скажем, не программу, а такой сервис, который позволяет очень-очень-очень удобно снимать с телефона. В офигенном качестве. Так же, как с эмулятора качество будет. И теперь мне уже не придётся в нём мучиться играть. Я буду уже с телефона нормально тащить. Нифига себе, паркурщик какой жёсткий. Тут я попрыгал, конечно, знатненько. Так. Ох, нифига. Зона вообще. Зона это жесть. Мы сейчас тогда берём тачку того чувака, который он нам пригнал. И поедем сейчас, конечно же, ближе к зоне. На тачках я вообще в любых играх люблю кататься. Это прямо моё любимое дело. Если честно. Сейчас поставим куда-нибудь, ну, точку, чтобы поехать. Ну, туда, наверное, не очень будет классно. Может быть, лучше поближе. Да, вот сюда вот. И вот это вот вообще будет нормас. Ещё, кстати, эти дроны. Вы мне спасибо, что сказали, что их нужно валить. А то я раньше не знал. Вот. Теперь я их валю. Обязательно, чтобы они не палили моё местоположение. А то гады очень даже жёстко палят. И противники сразу тебя находят, к сожалению. Ну, чё, поехали. Покидаем наш кэмп-сайт. Вот. И отправляемся уже ближе к зоне. Чтобы зона нас потом не съела. Никто нас не убил. И всё было в порядке. Ну, да. Тачка, конечно, реально годненькая. Блин, серьёзно. Как же я обожаю кататься. Это просто... Блин. О, нифига, какие грибы. Их вообще, наверное... Ну, вот эти грибы 100% опасно хавать. Эти грибы 100% опасно хавать. И, наверное, я их увидел. Из-за этого я решил больше... Ну, нафиг с ними связываться вообще не буду. У нас, кстати, уже осталось 28. И я, к счастью, хоть кого-то смог убить. Мне повезло. А так. А тут у нас пальмочки. Всё офигенно. Блин, это какой-то курорт, что ли? Мы тут королевскую битву устроили. А, ну, хотя что-то это какой-то не курорт. А тут какие-то дома непонятные. О, я не знаю, где это находится. Откуда вообще идею-то взяли. Этой карты. Но мне больше кажется, это какой-то неблагополучный район. Не знаю, слишком опасненький. Потому что дома так выглядят тоже. О, смотри, там тачка для гольфа вообще есть. Ну, это чётенько. Сейчас я, конечно же, впишусь, потому что я думал, что эту фигню можно проехать. А чё-то нифига не смог. Ну, тут ещё раз. И моя тачка уже, блин, поломана. Эх, это фиговенько. Вон весь перед покоцанный. Так, тут мы аккуратненько проезжаем. Кстати, нифига себе, на этом поле тоже раскидано дофигища всего интересного. Тоже можно пособирать. Опа, дружбан приехал какой-то. Нифига себе. А как он стреляет-то по мне? Ё-моё, он мне почти тачку всю раздолбил. Получай, гадёнаш. Давай, давай, давай. Ох, нифига себе. На самом деле, мне чисто повезло. То, что я его убил в голову, если бы не попал последним выстрелом, то всё, я бы помер. Это 100%. Но, к счастью, мне повезло. Аккуратненько полтём, забираем его лут. Чтобы он знал, как на меня нагонять. О, нифига, шлемак третьего, рюкзак третьего, дуло второго, снова эмочки. Я вот не знаю, блин, эмка что, получше, что ли, всё-таки будет? Давай возьмём, а то что-то уже у второго чувака я встречаю эмку. Наверное, всё-таки покруче будет. Паранг тоже возьмём, естественно, а то он, говорят, попу прикрывает в некоторых ситуациях. Напишите, ребят, в комменты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Красная зона, сейчас мы нафиг отсюда уезжаем. Напишите в комменты, вообще, какая винтовка здесь лучше всего. Там, калаш, я не знаю, эмка. Чё-нибудь в этом духе. Ну, не винтовка, автомат, вот. Так, погнали отсюда, прям задом, как крутой чувак. Конечно, во всё вырезаюсь, но ничего страшного. Я вот, кстати, никогда не замечал то, что прочность вот так вот написана у машины сбоку. Как этот чувак из тачки по мне стрелял, либо он просто вылезался так багованно. Я не понимаю. Блин, вроде 60 километров в час едем, а еле-еле тащимся. Ну, тут, походу, у тачки не хватит мощности и придётся вылезать. Зато назад вон сразу, до сотки разогнался практически назад. Нормально вообще катаемся. Ну, чё, давай, шлемак третьего, бронька второго, ну, броник, жилет. Всё, зашибись, и мы поднимаемся вон в тот домик. Глянем, что у нас там интересного по луту есть. Может быть, кого-нибудь выцепим. Вот, а то, ну, блин, не зря же у меня там коряка, это снайперская. Может быть, по кому-нибудь хотя бы разок попаду, не знаю. Ну, надеемся то, что здесь никого нет, потому что у меня все аптечки закончились, и надеюсь то, что они там будут, а то восстановиться очень срочно надо. Так, ага, здесь мне ничего не надо. Может быть, шлемак бы и нужен был бы. О, магас третьего у меня и так есть. Ну, нифига, тоже тут повезло. Ну, и броник, конечно, целый возьмём, естественно. О, это чё за пестик такой? Блин, реально пестик какой-то прикольный. Как с него? Чё, целиться можно? О, нормально. Нормальная тема, вообще прикольная. Так, тут, о, вот, всё, найс, аптечка есть. Это всё офигенно, собираем, регенимся сразу, а то 50 хп деть много могут зарешать. Это два выстрела, если не больше, конечно, вот, если в тело попадать. Так что обязательно юзаем, и теперь хотя бы с фулл хпшкой будем бегать. Так, здесь, зачем я хотел лечь, я не помню. Реально не припоминаю. А, я сесть хотел, чтобы беспалевно. А, дрон говнюк прилетел сюда, надо его выносить. Сейчас вынесем. Вон, смотри, позиции известны другим игрокам из-за радара. Вот этого, который прилетел ко мне дрон. Вот это вообще они жёстко придумали, нафига он вообще здесь нужен? Так жутко палит. В PUBG Mobile такого, конечно, нет, и тебя никто не палит. А тут эта ерунда прилетает, и всё, начинается веселье. Давай посмотрим, кто-нибудь тут интересный есть. Вот сверху, надеюсь, никого со спины нет, а тут вот снизу я уж, конечно, повыносить смогу. Там ещё, кстати, на той крыше очень интересные вещи, тоже можно будет пособирать. Грибы эти надоели, везде подсвечиваются, чёрт возьми. Реально бейство. В этих туннелях, интересно, можно кататься, там ходить? Не знаю, ну, безопаснее, наверное, по крыше было бы, чем в туннели эти забегать. Там люди могут быть, а на крыше ты сразу всех видишь, всё окей, всё нормально. Ой, там аэродропчанский тоже. Но я Free Fire никогда аэродроп не трогаю, пусть кто-нибудь другой лутает, я лучше его потом убью, если получится. Ой, там бомбёжка начинается, видимо, красная зона. Ох, там всё серьёзно, конечно. Я вот, кстати, не знаю, Free Fire вообще от этой бомбёжки тебя сразу убивает, как в PUBG, либо же нет. Это вот вопрос, конечно, немножко не знаю. Ладно, погнали, золотаем всё-таки крышу этого туннеля. Посмотрим, что интересненького там есть. Ну, вижу уже какой-то рюкзачок. Но у меня и так рюкзак третьего, а это второго, да, как я понимаю? Ага, да, это, к сожалению, рюкзак второго, и больше тут, в принципе, нет. Но зато неплохая такая позиция, если сверху стрелять. И вот по вот этим вот ерундовинам, по этому, не знаю, чё это, яма какие-то, стройка, я почему-то думаю, что я как будто на этой карте уже играл. Может быть, без записи я пробовал, но, блин, серьёзно, я не пробовал без записи. По-моему, это вообще карта недавно вышла. Либо я чё-то путаю, либо чё, я не знаю. Но у меня вот как будто из этих, ну, именно из-за этой стройки такое ощущение, то что действительно как будто бы я уже на ней играл. Это очень странное чувство, конечно, но вот прям честно вам говорю, мне почему-то так кажется. Так, на стройке у нас там никого нет, конечно, но вещи валяются. Там даже, видимо, вообще никого не было. Грузовичок какой-то мелкий ещё смешной, на котором, наверное, нельзя уж кататься, понятное дело. Безопасная зона начнёт сужаться через 5 сек уже. Так что потихоньку-потихоньку ждём, живём и радуемся то, что живо. В топ-10 мы уже попали. Это очень хорошо, потому что у меня в топ-10 редко получается попасть. Надеюсь, там сверху никого не будет, меня никто там не убьёт с крысы, со спины. С крысы, блин, чё за дупое слово. Со спины никто там меня не завалит. Но по звуку слышно то, что безопасная зона начала сужаться. Это сиренка вовсю, тут уже орёт со всех сторон. Ну и чё, где чуваки все, никого не видно пока что. Всё абсолютно чисто, спокойненько. Я, видимо, такое место занял, где вообще тишина тишиной. И никого вообще тут нет. Ну и чё? Где, кто, как вообще поживает? На той крыше, кстати, тоже что-то лежит, какие-то вещи. Ох, нифига, там снова бомбёжка. Чё за место такое проклятое? По-моему, там бомбили и снова там бомбят. Жесть, конечно. Так, а он, кстати, в том туннельчике тачки, что ли, какие-то есть? Или чё это такое? Не пойму я, кстати. О, чел! Здрасте! У нас чел туда заехал. Нифига себе, он, наверное, сейчас сверху выйдет. Или там сверху уходить нельзя, не знаю. Ну, чё, нормально. Будем за ним вести слежку. Но он чё-то выходить обратно не хочет. А я, когда ложусь, нифига его не вижу. Это фиговенько. Интересно, вот этот вот пистолет, он вообще много выносит. Он вообще хороший в плане оружия-то. Просто я его впервые в игре увидел. Я не знаю, чё он вообще из себя представляет-то. Может быть, обычное оружие. Может, нифига необычно. Чё-нибудь крутое там выносит, не пойми как. Фиг его знает. Но было бы неплохо его попробовать, конечно. Но рисковать я не хочу. Потому что, ну, скорее всего, кар и автомат, они будут получше выносить всё-таки. Чем пистолет. Хоть даже он такой редкий. Но это лично моё мнение. Я, конечно, не уверен. Потому что, ну, я не знаю. Я в Free Fire редко реально играю. Так что фиг его знает. Но позиция у меня очень прикольная и неожиданная, на самом деле. Если он сейчас выйдет откуда-нибудь, то я его смогу завалить. Ну, вот мне шлемак здесь нравится. Он такой вот, знаете, как в реальном пауе. Опа, дрон развернут. И чё, куда он летит? Куда летит этот дрон, гадёнуш? Куда-то летит. Не поймёшь, куда только. Шлемак реально забавный такой. Именно на Free Fire он выглядит так, знаете, типа... Ну, в настоящем PUBG он прям там влился. А тут чё-то как-то, не знаю, немножко, мне кажется, не подходит. Фиг его знает. Ну, пока что всё чисто. Тот, чел, не хочет вообще никак выходить ему. И там норм. А я тут в своих кедах сижу спокойненько. И никого не трогаю пока что. Всё чистенько тоже. Он реально, походу, там засел и так и будет сидеть. Нас шесть осталось. И он реально занял там такую позицию, с которой выходить не хочет. И этот чёртов дрон летит сюда, блин. Ну, нет, иди в пенёк, блин. А почему это, когда он пролетает над кем-то? Вот сейчас, допустим, он там стоит. Над кем-то летает. И чё-то я вообще никого не вижу на карте, допустим. Почему так? Или это только когда стреляешь? Он показывает то, что ты там. Кто за мной ещё, кстати, следит? Двое человек. Чё за фигня? Кто-то следит за мной. Кто это фиг его знает? Ну, ладно, прикольно, чё. Нет, дрон всё-таки в мою сторону не летит, по-моему. Ага. Снова этот шум. Сирена буянит. А вот сейчас он полетел в мою сторону. Ну, убивать я сейчас его не буду, потому что там... Блин, ну этот чувак меня сейчас тоже спалит. Ну и его тоже этот дрон спалит. Позиции известны другим игрокам. И чё-то там из-за радара или чё. Вот видите? Типа не поймёшь вообще, где это. Там сверху, походу. Ну, чё-то не показало даже, что кто-то кого-то убил. Погнали к тому чуваку тогда. Так-то написано опасность. Чё за опасность или предупреждение? Угу. И чё, где он? Ну, он туда заходил, я сто процентов помню. Он лазик тут стоит. Нет, тут реально кататься можно спокойно вполне. Ну, нормальная тема чё. Туннель чё годненький. Ой, здравствуйте. У вас тоже шлемак третьего уровня. Ё-моё. 47 хп осталось. Быстренько перезаряжаемся и залетаем к нему обратно. И нужно добивать, потому что хп у меня очень мало. Опа-опа, гранату кинул. Ё-ё-ё-ё. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. А, нормально. Я гранату ещё не раз не видел, чтобы тут кто-то взрывал. Это редкость для меня. Шлемак третьего. Ого, нифига, я ему даже по башке ни разу не попал. Ну, спасибо за шлемак третьего. Аптечки. Восстанавливаемся, естественно. Вот, блин. Я заметил то, что противники чаще всего, если ты с ним один на один встречаешься, то они одинаковое количество хп выносят. Вот практически всегда. Ладненько. Восстанавливаемся. Забираем аптечки. Остатки. У меня 195 хп. Ну, вот я не знаю, восстановить эти 195 хп. Просто... Ой, эти 5 хп восстановить или нет? Мне кажется, они будут важны. Типа 200. Тут это прям оптималочка. Супер топчик. Так что давай потратим одну аптечку. Всё равно народу немного осталось. Четверо. Так что, надеюсь, мы не зря истратили целую аптечку ради 5 хп. Безопасная зона вам начнёт сужаться через 20 секунд, грубо говоря. Ну, будем ждать. Но я в ней нахожусь, как бы. Меня всё устраивает. Где находятся мои противники? Вот это вот вопрос. Дрон они вынесли, видимо. О, здравствуйте. Он что, с пистолетом идёт, который у меня, что ли? Или что? Если он с него стреляет, он, видимо, реально крутой, этот пистолет. Он лёг, походу, да? Нифига, его больше не видно. Либо он меня заметил, либо чё, я не пойму. Ага, снова начала зона сужаться. Опасные все дела. Ну чё, будем его тогда высматривать. Смотреть, чё он вылазить будет. Скоряки попробуем попасть хотя бы разок по нему. Надеюсь, получится. Опа, сквозь стенку можно было только что видеть. О, встал, встал. Давай, давай. Вали его. Так. В головушку попадём. О, как он меня увидел? Чёрт. Он прям направился по мне. Блин, я промазал. Чёрт возьми. О, да. Это он мне по башке, да, попал, видимо, с кара. Жесть. Нормально мне залетело. 21 уровня, чувак. Ну я чё-то вообще в эту сторону решил не смотреть. Чё-то мне не фартануло на самом деле. Это топ-4, да, к сожалению. Ну давай, тащи, чувак. Я в тебя верю. Надеюсь, что хотя бы меня слил победитель. Кто тоже чел, гранату зачем-то хотел кидать? Странное чё-то решение какое-то. Ну у него скар. Может быть, скар всё-таки лучше эмки был? Надо всё-таки разбираться здесь в оружии. А то я слишком фигово всё это понимаю. И из-за этого, видимо, я проигрываю. Ну вон же он, вали его давай. Ты должен затащить, чувак. Я в тебя верю. О, минус 55. Блин, интересно. А он мне в голову реально попал так много снял? У меня 185 хп был. Просто с одного выстрела мне по башке как-то это жёстко с его стороны. Ага, и чуваку не добил 79 хп. Эх, ладно, хотя бы топ-4 и то хорошо. Тройное убийство, все дела. 15 записей нашего Вилла Смита, что офигенно на самом деле. Так что в этом плане я доволен. Опа, задания какие-то выполнились. Сыграть 5 минут нормально. Медальку сыграть 10 минут. Тоже медальку до 20 немножко не дотянул. Ну ничего страшного. Кстати, менюшку обновили тоже, все дела. Смотрите, как бы... Ну и в принципе на этом всё, друзья. Как-то вот так вот мы сыграли. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok